В чемпионате участвуют 18 команд из разных регионов России. Турнир проводится в трех дивизионах – группах А, Б и Первой лиге. Встречи последних команд уже завершились. Теперь на Ледовой поляне сражаются спортсмены Высшей лиги. Первенство разыгрывается между командами, входящими в группу А. Уровень игры каждой примерно одинаковый. И здесь важно по итогам десяти эндов не стать последним, ведь заняв восьмое место, можно спуститься на ступеньку ниже. Проигравшую команду заменяют победители из группы Б. В керлинге важно показывать хорошие результаты не только во время самой игры, но и на тестовых бросках, результат которых может стать решающим при спорных ситуациях. В этом году чемпионат впервые проходит не по стандартной системе, а сразу по четыре тура. В связи с проведением Олимпиады первенство России сдвинулось. И два круга проходят одновременно в одно и то же время вот сейчас в Сочи. Это довольно-таки тяжело для спортсменов, особенно для спортсменов сборной России, которые только сейчас Олимпиаду, сборную мира отыграли. Этот турнир на Олимпийской арене стал первым после игр. Здесь тоже оборудование и та же подготовка льда, которая была на Олимпиаде и Паралимпиаде. Свиперы, которые натирают перед скользящим камнем лед, оценили качество дорожек. Камень скользит до дома, как по маслу. Вот только силу броска нужно правильно рассчитать. Кстати, ледяной куб в постолимпийский период планировалось использовать в качестве многофункционального спортивно-развлекательного комплекса. Но сейчас обсуждается его другая возможная судьба. Сейчас как раз рассматриваются, ведутся переговоры, договоренности с Минспортом, что Сочинский дворец будет рассматриваться как база по керлингу всех сборных команд России. Ну а пока на этих дорожках спортсмены продолжают сражаться за победу. Игры проходят ежедневно с 9 часов утра. Последние туры начинаются в 7 часов вечера. Вход для болельщиков свободный. Чемпионат России по керлингу среди женских команд завершится 13 апреля. Если по результатам матча и две команды группы А наберут одинаковое количество очков, тогда в этот день состоится так называемый «золотой матч». Сейчас по итогам высшей лиги лидируют две команды сборной Москвы. Им удалось набрать 17 и 19 очков. Но впереди еще два дня, и кто станет победителем, покажет только игра.